Здравствуйте, дорогие друзья, сегодня мы снимаем наш лайф в массажном салоне и тема такая, зачем нам заниматься собой, почему мы это делаем, ну один вариант это ради удовольствия, но не всегда, обратите внимание, мы идем в спортзал, но не всегда ради удовольствия, на мой взгляд всему виной, конечно же, наша доступность информации, потому что, например, моя мама, она не хочет ходить в спортзал и ей это в принципе не нужно, потому что ей не приходят каждые 5 минут на телефон фотографии красивых женщин с красивыми фигурами и так далее, то есть мотивации нет, вот, а поскольку мы живем фактически в телефоне, в компьютере, в интернете, там очень много информации о том, какой может быть наша фигура, какими мы можем быть красивыми и соответственно это все нас скажем так мотивирует для того, чтобы мы занимались собой. что греха таить, на массаж я пришла тоже с этой целью в свое время. Скажи, что круче, в тренажерный зал ходить или на массаж? Конечно же, круче на массаж, смотря какой массаж ты делаешь, вот, но благодаря тому, что тот человек, к которому я пришла на массаж, она сделала все так правильно, что, ну, то есть к ней можно прийти на любой вид массажа и это будет круто. То есть все равно ты расслабляешься, все равно ты получаешь удовольствие. Конечно же, если выбирать спортзал и массаж, я конечно же приду к Ларе, я могу сказать, что с тех пор, как я начала это делать, начала приходить к Ларисе, мы начали сотрудничать, я осознала всю ценность этой процедуры, в плане того, что, ну, когда я не знала о том, что может сделать массаж, да, и что это такое вообще, какой-то там… В чем ценность? В чем, да, в чем ценность, есть такие, там массаж, массаж, вот у меня знакомые, да, там массаж спины делают, там и так далее, я думаю, массаж спины, ну, помяри тебе спину, ну, в конце концов, мы все там валяемся дома и иногда бьем друг другу спину, ну, что в этом такого, ну, помяри, помяри. Вот, а когда я увидела с точки зрения профессионала, что это такое и как эти все процессы у нас в организме происходят, что двигает, и когда я увидела реальные изменения на своем теле, тогда я поняла, что это реально работает, в смысле того, что просто физическое воздействие на поверхность твоего тела дает результаты внутри твоего тела. И вот эти процессы, когда, то есть получается, что массажист, ну, знаете, я так, может быть, с непрофессиональной точки зрения сейчас скажу, как любитель, но сейчас скажу, то есть массажист – это тот человек, который заводит машину и давит на газ. Ну, для меня вот такая картинка, то есть ты пришел в массажный салон, ты лег на кушетку, и человек завел и надавил на газ. И потом организм твой сам едет. Как с горки. Да. Вот эти все… То есть на горку завели. Да. И столкнули, да. И ты такую там это самое, да. Кальфуешь. 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 На саночку. Вот. То есть, смотрите, получается, что мы в процессе своей жизни, вот, например, после рождения там дочки, да, у меня в организме моем произошли какие-то, вот, где-то что-то застыло, да, и оно не развивается, ну, как бы, не двигается. Только идет на ухудшение, потому что все равно там возраст идет, да, и как бы и время идет. И что бы я ни делала, там, спорт, диета, а еще какие-то другие, да, моменты, оно все равно не двигается. Оно не меняется. Это, да, вот именно эти участки тела, они не меняются. Я думаю, что женщины понимают, про какие участки я сейчас говорю. И вот ровно до того момента, пока Лара не приложила, прямо сказать, руки, процесс не пошел. То есть, получается, что нагрузка на организм там, с помощью спорта, она не подействовала на эти участки моего тела. А чтобы оно подействовало, мне нужно было бы жить в спортзале полгода, ну, в лучшем случае. Я не знаю, на самом деле, я там не жила полгода, ну, я вот так, утрированно себе картинку представляю, что я полгода живу в спортзале, и тогда, может быть, что-то там изменилось. А так, я кайфанула в течение месяца, и как бы результат, он виден, ощутим, я его вижу каждый день в зеркале, и я понимаю, что сейчас просто мне нужно его поддерживать, там, да, какую-то часть времени, как раз в неделю, да. Вопрос такой, влияет ли это на эмоциональное состояние? Массаж и… Знаете, это вот такой вопрос из-за разряда, вот вы заходите в квартиру, там нет штор, и потом вы приходите в квартиру, а там повесили штор. Разница есть в эмоциональном состоянии? Да. То есть, что такое квартира без штор. Не, некоторые люди, я знаю, любят минимализм и не текстиль, в принципе, не… ну, допустим, жалюзи для тех людей, которые не любят текстиль и жалюзи. Вот квартира… Давай входная дверь лучше. Или входная дверь. Она у каждого есть. Вот есть, да, есть у тебя в доме входная дверь или нет? Ты зашёл? То есть, это, в принципе, другое восприятие себя, в первую очередь. Ты каждое утро встаёшь и делаешь одно и то же действие. Ты встаёшь, идёшь в душ, там смотришь на себя в зеркало и принимаешь, как бы, своё тело, да, вот сегодня оно у тебя такое. И ты, исходя из… всё равно мы все смотрим в зеркало. Мы все, особенно те люди, которые следят за собой, да, за своим телом, в конце концов, как бы мы там не рассказывали друг другу, что мы уже давно друг друга не встречаем по одёжке, как бы мы там не говорили, что главное в человеке душа, друзья. Знаете, это как… ладно, не буду дурацкий пример. Короче, всё равно внешний вид человека, ухоженного человека… Я не говорю сейчас о вашей природной красоте, точнее, я говорю именно о ней, вот именно её нужно поддерживать. Я не говорю про красивую обёртку и мишуру. Я говорю о вашей природной красоте, о вашей коже, о ваших глазах, о том, что вам дал Господь. Да, вот вы родились, вы такой вот родились. Вот насколько вы себя такое любите. И если у вас есть возможность что-то изменить в себе в лучшую сторону, то я за то, чтобы это сделать. Лёжа на кушетке, тем более лёжа на кушетке. Это вообще прям мечта любой женщины. Лечь и давайте, делайте меня красивой. Потому что, ну как, понятно, там усилия над собой, да, нужно прилагать для того, чтобы… Никто не хочет копать огороды и становиться красивой. Да, да. Лёжа на кушетке, естественно, да, это не бесплатно. Самая комфортная поза – получение. Да, да, да. Но мы нашли выход. Я, когда мы стали приходить к Ларисе, так сложилось, что мы нашли выход. Это не бесплатно, друзья. Это стоит дорого. Я хожу к профессионалу. И её уроки, и её процессы, мастер-классы не стоят дорого. Но мы нашли выход, мы, короче, решили, что мы будем в домашних условиях делать массажи, чтобы сэкономить денег. Вот. Поэтому мы попросили нашего замечательного мастера, и сейчас мы готовим мастер-класс по домашнему массажу, по массажу в домашних условиях, по профессиональному массажу в домашних условиях. Ну, ждите. Ждите. Сейчас на монтаже массаж наш замечательный, вот. И вот массаж лица наш профессионал замечательный решил нам подарить вот свои знания. И, в общем, короче, ждём, будем друг к другу делать массаж, будем сближаться, любить друг друга. Вот. Когда у нас вебинар? В ноябре. В ноябре. Да, в ноябре будет новый вебинар по массажу. Короче, ждём, друзья. И, знаете, ещё хочу сказать вам ещё такую штуку. Любите себя такими, какие вы есть. Улучшайте себя и не вините, если у вас что-то в данный момент не очень хорошо в вашем деле. Главное для меня осознание, к которому я пришла. Я себя люблю в данный момент такой, какая я есть, и я живу сейчас для того, чтобы улучшить в какой-то степени то, что есть. Если у меня есть возможность. Если нет, то не надо долбить 8 лет в одну и ту же точку. Мы уже про это говорили, что ты родился с 5 пальцами, а ты хочешь, чтобы было 6. И вот ты тянешь кожу, растишь себе палец, 6 он не растёт. И ты всю жизнь положил, чтобы у тебя 6 вырос, а он никак. Вот. В общем, не надо делать то, к чему ваш организм. Ну, вот это всё равно, что менять, я не знаю, там… Вселенную. Вселенную, да. Вот мне бы вам подарило вот такое тело. Вы хотите, чтобы оно было другим. Вы всю жизнь положили на то, чтобы оно было другим. Оно другим не становится. И вы постоянно в расстройстве от того, что вы не получаете какого-то результата. То есть примите себя, вот я вот в данный момент такая. Что я могу сделать для того, чтобы стать краше, лучше. Всё равно процесс ухода за собой, он делает женщину женщиной во многих областях нашей жизни, да. То же утро вы заходите, умываетесь, смотрите на себя. Какая классная, замечательная. Вот. Вы общаетесь с людьми, он делает комплименты. Главное, чтобы вы были свежа и хороша, как говорит наша Галя. Я сегодня свежал и хороша. Друзья, всем удачи, пока-пока.